Вольные каменщики. Сегодня у нас в некотором смысле число выпуска со значением. Тринадцатый выпуск. Тринадцатый выпуск. Я с большой радостью представляю нашего вот такого живого путеводителя и величайшего рассказчика в жизнь масонов Александровича Мацеха. Спасибо вам огромное. И снова здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Германович. Спасибо за добрые слова. Рад быть снова здесь, в этой студии. Тринадцать число неплохое, а двенадцать апостольское. Прошлая передача получилась у нас истинно апостольской, философической передачи. Абсолютно. И знаете, главное, мне кажется, то, что вот эта прошлая передача двенадцатая, она родила еще много новых. Да, она была как бы неким таким импульсом информации к размышлению. Да, об этом можно еще долго говорить. Я думаю, что мы, безусловно, в нашем цикле поговорим и продолжим некоторые начатые истории, идей, рассуждения, взгляды. Ну, сейчас все-таки давайте же вернемся вот к этим тридцати трем градусам масонских степеней. На самом деле, тридцать три просто такое бойкое число. Видите ли, в разных, пардон, системах масонства разное число градусов было при посвящении. Самая простая английская система. Там, собственно, ученик, подмастерь и мастер. Шотландская, наоборот, самая сложная. А отчего так? Шотландцы, шотландские масоны, почитали себя прямыми продолжателями дела тамплиеров, рыцарей. Да, и Святой Андрей, по их мнению, это их непосредственный покровитель. Раз рыцарство, то у рыцарства, конечно, ритуалы были очень пышные. И опоясывание мечом, и торжественные удары мечом плашмя. И, значит, вот кровь, чтобы стекла, и ты этот кровью пропитал свои платоки, помнил всегда, что ты поклялся на крови, быть верным, доблестным, неустрашимым в бою. Шотландское масонство разработало пышнейшие ритуалы. Все основаны, в принципе, в основном на как раз вот такой вот, на рыцарской обрядности. Они непременно устраивали какие-то театрализованные представления с плащами, с туниками, с шляпами. Шляпы были украшены роскошными плюмажами, горели свечи. Значит, поразглашались какие-то слова на латыни, не очень-то понятные большинству братьев. Там была самая пышная титулатура. Там было 77 степеней в древне принятом шотландском обряде. Но в шотландском обряде зато были и такие звания, да, масонские, которые ни в одном другом невозможно было заслужить. Там, скажем, рыцарь медного змея. Да, медный змей, как известно из книги «Исход», терзал народ Израилев. Значит, терзал-то бы змей обычный, медного змея сделал по повелению Бога Моисей. И кто смотрел на медного змея, исцелялся. То есть это что за человек, рыцарь медного змея? Который может исцелять больные души. Может исцелять больные души. Ну, не каждому человеку такой пост доверялся. Рыцарь-кадош, редчайшая вообще должность, которая вручалась с поклоном самым-самым авторитетным, разумным, интеллектуальным масонам. Скажем, Бенджамин Франклин был кавалером такой должности. И, в принципе, несмотря на то, что подсмеивались над шотландской системой, пародировали ее, говорили, что, так сказать, это ритуализация на грани уже театра. Это скорее сценические подмостки, чем реальное действие наше масонское. Но относились с уважением к древнепринятому шотландскому обряду. Как бы тень святого Андрея над ними, она так простирала свои крыла. И к высоким градусам шотландского посвящения относились все-таки с уважением при всем подтрунивании. Ну, как бы, если человек генерал-полковник, ну, может быть, конечно, он заслужил и благодаря протекции, и связям. Все-таки генерал-полковник, а их сколько там в армии, да? Поэтому поневоле внушало уважение. Тридцать третий градус был и в немецкой, и в французской системах. У каждой ложи были свои градусы посвящения. Не надо их абсолютизировать. Не каждый генерал лучше, скажем там, иного подполковника. Когда мы знаем прекрасно, что есть майоры и подполковники, которые на поле боя стоят многих генералов, а то и маршалов. Да, и все войны, и последняя в том числе, это прекрасно подтверждало. Так что не надо так уж как бы слепо, да, впадать в абсолютизацию этих должностей и званий. Но при этом надо присмотреться. Если у человека действительно высокий чин масонства, это всегда повод познакомиться с ним поближе и посмотреть, чем он это мог заслужить. Но вот эти все вот как бы разговоры о градусах, о посвящениях, о том, когда человек может это получить. Вы знаете, это все сродни разговорам и в чиновничьей, и в ученой, и в академической, и в театральной, и в военной среде. Сколько же я буду сидеть в майорах, когда вот Сидоров уже подполковник. Сколько будет сидеть заслуженных артистов, когда народного дадут. Конечно, да, конечно. Когда, конечно, обратят внимание, я уж сыграл и Ленина, и Брежнева, и Медведева, а я до сих пор, ну что ж такое. Вот, или когда же я, наконец, буду полным профессором, что же такое, когда бездарность. Владимир Александрович, а вот все-таки само посвящение в свежий, в новый градус, это тоже был ритуал? Это ритуал. Ни один ритуал не равнялся с инициацией, потому что инициация была первая, а дальше уже все, конечно, воспринималось чуть-чуть как вторичное. Но это, несомненно, был ритуал, он торжественно обставлялся. Вот, по этому поводу говорили специальные речи. Был брат Вития, который специально эти речи был обучен произносить, и говорил это красиво, и, разумеется, без бумажки, и с ссылками на священное писание, и с цитатами из поэтов древних и новых. Другие братья готовили речи свои, разумеется, посвящаемый должен был что-нибудь сказать в ответ. То есть, это был тоже такой достаточно длинный ритуал. При этом напоминали ему об обязанностях его, при этом его обрежали в новые масонские облачения, давали ему новые предметы, скажем, ключ. Вот мы увидим как-нибудь на следующих передачах слайды с этим. Или кинжал, символический, масонский. Или это могла быть даже какая-то бытовая вещь, сумка, портсигар, который он мог носить в быту. Этим подчеркивалось, что ты, брат, не осквернишь предметом и доверяем тебе. Это уже, конечно, на высоких степенях. И эти предметы, они носили вот такой вот символический характер и напоминали всегда человеку о том, что он призван в ложе к высокому служению. Пусть он не забывает о том и в быту. Был такой, говорил Захар Чернышев, полководец в Екатерининские времена. При Петре III он взял Берлин, но Петр III его оттуда отозвал. Русские войска были в Берлине еще в XVIII веке. Он был дипломат неплохой, царедворец, и он был очень знатный масон. У него была великолепная работа и табакерка. Он же богатый был человек, с великолепной работой. С инкрустацией, эмалью. И там были и молоток, и циркуль, и угольник, и глобус. Каких только масонских знаков не было. И у него все спрашивали в благородном собрании, что сии знаки означают, а он такой ухмылялся и говорил, за сим надо в ложу ходить. Так изъяснить не могу. Вот табачку, пожалуйте, а изъяснить не могу. Вот как бы вот так, да? Интриговал. Интриговал, да. Леонид Александрович, скажите, вот я сейчас вспоминаю, ну вот много в литературе, в разной, особенно популярной, есть о, ну может быть не совсем масонах, о тамплиерах точно есть. Я вспоминаю одного автора, к которому вы относитесь по-особому. Это Дэн Браун. Дэн Браун. И вот в одном из своих произведений он описывает девушку, у которой был дедушка, который, как оказывается, был одним из, можно сказать так, я не знаю правильно ли это, магистров тамплиеров. И как-то она видела, видела, значит, церемонию тамплиеров. Это была своего рода сексуальная оргия, где были какие-то вот совершенно там удивительные. Ну и вот это оттолкнуло ее от дедушки. После этого она с ним поссорилась, не разговаривала. И вот по Дэну Браун, потом они встречаются, она не знала, что это тамплиеры и кто вообще она такая, потому что она сама в дальнейшем оказалась вот эта самая, значит, наследница Девы Марии. Ну и так далее. Значит, вот действительно ли вот в популярной литературе это справедливо? Или это просто такая вот исключительно авторская выдумка? Это авторская выдумка. Я скажу вам пожестче, пользуясь тем, что вы дали мне свободу выражения Дэни Брауни, которое я назвал исключительно по-американски брейндаун. То есть мозги вниз. Я считаю, что это собачий бред. Это повторение самых тупых, самых примитивных выдумок из вот арсенала антимасонской пропаганды. Никаких оргий у тамплиеров не было, это доказано. И у тамплиеров еще тех времен, когда они были жертвами облыжных обвинений и процессов, когда еще Жак Дамале, великий магистр, пошел на костер. Это был самооговор, это потом инквизиция установила. Инквизиция. О том, что все это было вырвано пытками и ни на что не опиралось. Потом восстановили тамплиерство. В таком немножко, знаете, театрализованном переточном варианте. Потому что, ну какие сейчас тамплиеры? Какой храм они пойдут защищать? Но, тем не менее, восстановили ордены как структуру. Но, разумеется, никаких сексуальных оргий там нет. Я вам приведу одну фамилию. В тамплиерском ордене состоял Сергей Михайлович Эйзенштейн. Ну как у вас такой человек ассоциируется с оргиями? Ну как вы думаете, а? Не знаю, что там за девушка, который оттолкнул дедушка. Но Эйзенштейн человек очень строгих правил. Ну стал бы он участвовать в таких вещах. В тамплиерских собраниях принимали участие многие деятели российского искусства 10-20-х годов. Люди с безупречной репутацией. Поэтому это надо сразу отвести. Ну сразу видно, что вы не читали Дэна Брауна. Нет, я не читал. Да, это, конечно, французская девушка. Ну, это описывается в действии в Париже. А этот дедушка как бы хранитель Лувра, главный хранитель Лувра. А что касается, значит, самой девушки, то она как раз святой Грали есть. Ах, она Грали есть. Я понимаю. Ну, я ценю замысел этот. Особенно с точки зрения, как говорят мои студенты, бабло побеждает зло. С точки зрения добывания бабла и разведения лохов, уже извините, раз уж я заговорил на жаргоне моих студентиков. Значит, в этом смысле Брауну нет равных. Да, в отличие вот от Роулинг, который она выдумывает изящно, красиво и воспитывая юношество. А этот человек просто стрижет бабло, пользуясь невежеством и предрассудками толпы. Ну, я никак не могу этого одобрить. Разумеется, никаких сексуальных ритуалов ни в тамплиерстве, ни в масонстве не существовало. Гомосексуализм осуждался, скажу сразу. Осуждался. А может быть, какой брат и был, такого нрава и ориентации, но это тщательно скрывал. В принципе, это осуждалось. На основе прямых запретов из книги Левит. И никаких сексуальных практик ни в одном масонском уставе никогда не было описано. Ни жертвоприношений. Ну, каких жертвоприношений? О чем вы говорите? Никаких жертвоприношений, даже бескровных, типа там возлияния на алтарь, воскурений, ничего этого не было принципиально. Почему? Для масонов этот момент был возвратом к язычеству. Воскурение надо бальзамом души, они говорили. Вопуль сердца сокрушенно и сердца горестную мольбу. Жертва Богу, они говорили за Давидом псалмопевцем. Жертва Богу, дух сокрушен. А какую тебе еще нужно? Что ты хочешь Богу принести? Муку? Табак? Вино вылить? Ну, это же смешно. Они говорили, если у тебя религиозное сознание до такой степени не развито, то место ли тебе в масонах? Брат, ты почитай Писание. Давным-давно отринутые жертвоприношения. И кровавые, и бескровные. Поэтому для масонов это была идея равносильна возврату к самому примитивному народному язычеству, такому паганизму, именно к народным крестьянским верованиям. Никаких жертвоприношений масоны не приносили никогда. Это все бред, это выдумки, либо перепуганных сумасшедших, либо сознательных лжецов. Браун, безусловно, относится ко вторым. И спрос с него будет отдельный. И как мы знаем из Данте, жрецы, в смысле лжецы в аду, они подвешиваются за язык. Я от души желаю нашему другу Дену Брауну, как можно скорее это почувствовать на себя. Хорошо, давайте вернемся в эпоху Александра. Мы с вами остановились уже в позапрошлой программе. Вот на том периоде, когда действительно крайне интересно, когда, собственно говоря, император принял масонство. И, в общем-то, наступили новые, крайне интересные времена. Святая правда. Золотые времена наступили, серебряные, да, если золотые были при Екатерине. И расцвели новые ложи. Мы давайте поговорим поподробнее об одной из них, которая, может быть, даже и при Екатерине была бы небывалой. А вот в Александровское просвещенное время Александр еще больше притянул Россию к Европе. За что ему, безусловно, следует сказать искреннее спасибо. И вот возникла любопытнейшая ложа. Вот мы давайте посмотрим первый слайдик. На нем изображена, ну, известная всем петербуржцам, да и всем жителям нашей страны, конечно. Это силуэт Академии художеств на Васильевском острове. Вот там два сфинкса, мы их еще увидим поближе. Вот такое величественное, красивое, роскошное здание. Не все знают, что вот по Атику, это такая узкая полоска, да, которая от крыши до верхнего ряда окон идет, по Атику идут масонские знаки. Весь огромный периметр здания, он, значит, вот ими испещрен. И они разные. Они разные. Там солярная розетка, а крестов, заметьте, нет. Там палитра, там крест, там, там, пардон, никакого креста нет. Там угольник с циркулем, там молоток, резец. Для непосвященных это орудие труда, живописцев, воятелей, как всегда у масонов. А для посвященных, конечно, циркуль с угольником, это, разумеется, постижение мира, о чем мы в свое время говорили. А вот сфинксы, украшение университетской набережной. Здание-то построено еще при Екатерине. Еще при Екатерине она его торжественно осветила. Оно, в общем-то, с середины 18 века там стоит. А сфинксы приехали сюда в 832 году, в начале 19, ну, уже как бы, да, в первой, третьей 19 века. А их не было тут. И не все знают, а это любопытнейшая история, что здесь не должны были стоять сфинксы. Здесь должна была стоять совсем другая скульптура. Скульптура выпускника Академии Клотта, знаменитые юноши, укращающие коней. И Клотт уже закончил ваять этих самых коней. Они стояли готовые во дворе Академии, в огромном этом квадратном дворе. И место было выбрано, и место, в общем, вполне подходящее. И вдруг здесь возникли сфинксы. Вот история возникновения сфинксов – это настоящий детектив. И связан он с ложей умирающей сфинкс, которая работала в стенах Академии. И связано это с личностью потрясающего человека, Александра Федоровича Лобзина, чей портрет вот сейчас мы увидим. Вот его портрет парадный. Такое светлое, торжественное изображение его. Такое, он весь светится внутренней добротой, умом. Он тут со звездой, с крестом. Характерные глаза очень. Глаза человека умного, проницательного и, так сказать, грустного. От того, что он не все может в этом мире переменить. Хотя хотел бы. Это парадный парадный Александр Федорович. О нем надо сказать поподробнее, потому что ложа умирающей сфинкс и жизнь Лобзина – это потрясающая совершенно страница в истории российского масонства. Почему умирающий сфинкс? Сфинкс, как мы знаем, это химерическое животное, несуществующее. Оно из гипетской мифологии. Сфинкс спрашивает у человека, задает ему загадки. Если человек не знает, сфинкс его пожирает. Если человек угадывает, как угадал Эдип из греческой трагедии, то сфинкс, значит, с воем бросается в пропасть и умирает. Сфинкс от чего умирает? Человек разгадывает загадки его. Это образ неукрощенной, еще не покоренной природы. Она убьет тебя, если ты не смеешь ответить на ее вопросы. Но она покорится тебе, если ты на эти вопросы дашь верные ответы. Сфинкс умирает от того, что человек вырывает у мироздания все новые и новые ответы и разгадывает новые и новые загадки. Александр Федорович Лапзин из мелкопоместных дворян родился в Москве. Очень мало, хотя он был очень говорлив. Писал о своих родителях, писал, что матушка была благочестива. Поступил в гимназию при Московском университете. Тогда это была большая редкость, потому что в гимназию брали самых одаренных юношей. В 16 стал студентом университета, тогда принимали раньше. Потрясающие успехи делал в языках и в математике. Математика любимая его была наука. Но удивительно, он не стал в математике совершенствоваться, хотя это открывало путь, например, к инженерному делу или к военному. И это верный заработок и карьера. А он был в математике хорош. Это же не так много людей могут этим похвастаться. Но вот он выбрал путь гуманитарный, чисто гуманитарный. Стал изучать языки. Новые древние ему легко давались. Все европейские выучил почти. Стал углубляться в латынь греческий. Начал изучать еврей. Тут он познакомился с масонами. С Иоанном Генрихом Шварцем и с Николаем Новиковым. Шварц преподавал в университете. Рассказал Новикову юноше. Юноша выразил живейшее желание в масонство вступить. Был принят. И говорил, что это самый торжественный день его жизни. Он очень много, еще будучи совсем молодым, для масонов делал. И параллельно с университетом учился в переводческой масонской семинарии. Удивительном заведении совершенно. Удивительном. Где, например, учился Карамзин. К Карамзину готовилась роль лидера российского масонства. Он отказался ее принять потом, по разным соображениям. Выбрав путь царского сановника. Мы говорили о нем. Там учились в этой семинарии два выдающихся русских священнослужителя. Макарий Десницкий и Серафим Глаголевский. Оба были первенствующими членами Священного Синода и митрополитами петербургскими. То есть там была такая избранная компания интеллектуальная. И все это были блестящие юноши. Этмосфера царила великолепная. Вот там учился Лабзин. Он закончил университет. Поступил в почтовое ведомство. Это давняя масонская водчина. И переводил он там корреспонденцию. Как он потом писал и письма приходилось скрывать. Ну что делать. Приказ есть приказ. Он многое понимал про эту жизнь, несмотря на молодость. И тут два события нарушили течение его жизни. Первый умер Шварц. С всем молодым. И очень тяжело пережили все его ученики. Лабзину было поручено сказать речь на его похоронах. Это большая ответственность. Он сказал. Сказал здорово. А второе. Вдруг начались антимасонские гонения. Спустя некоторое время. Ничего не предвещало. Вот значит потом Екатерина обрушилась всей державной мощью на Новикова и Радищева. И антиновиковские гонения очень тяжко потрясли Лабзина. Он не понимал за что. Он понимал всю абсурдность и облыжность обвинений. Но монарши гнев. Что делать? И масоны схлопотали ему, чтобы он не попал под раздачу. Перевод в Петербург. Он не семейный был. Ему собраться подпоясаться. А почта везде почта. И он переживал. Он думал, если я поеду, не выкажу ли я тем самым малодушие. Не даю ли я слабину. Не запутаться меня в слабости. И с ним случился случай совершенно фантастический. Такой мистический случай, который только с подлинным масоном мог случиться. Он пошел в баню. Да, вот удивительно. Если бы это с ним случилось в церкви. Но на худой конец в пивной, где спиритус элеватус. Но в бане. Сам не подходящий в месте. Значит, пока они делили мыло. А мыло был это дефицит. И значит, делились там шайками горячей воды с какими-то московскими обывателями. О чем-то там чесали языком по-банному. И какой-то мужчина, оказавшись орловским помещиком, стал, как писал Лобзин, явно объявлять свое неверие. То есть, вот какую-то такую атеистическую речь сказал. И Лобзин, голый в мыле, с тазиком, в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время и в облике, наименее похожем на облик проповедника, сказал ему речь, забыв, как он писал даже о горячей воде. И переубедил его за эти полчаса до такой степени, что собеседник дождался его на выходе из бани и сказал, я полностью свое воззрение переменил, я хочу вам завещать все свое имение, а сам ухожу в монастырь. Лобзин был потрясен. Он никакого не ожидал. Он сам не знал своего потенциала, силы воздействия своих речей, красноречия абсолютно пламенного, на людей. Он сказал, мне ничего не нужно, что вы? Ну вот, отдайте лучше бедным, а в монастырь, ну как вам, подсказывает совесть и долг ваш религиозный. С этого человека он никогда не встречался больше. Они не переписывались, ничего. Но его этот случай потряс. И он открыл ему, как он пишет, предназначение. Он говорит, ангел осенил крылами меня. И вот он часто, он был человек сентиментальный в духе эпохи, слышал, как он говорил, шуршание крыл над собой. Да, вот как-то так. Вот, он переехал в Питер. Карьера опять блестящая. Он, кстати, Екатерине понравился еще в Москве. Он написал оду на ее приезд из таврических стран. Вполне льстивую, посплошная патока. Все он понимал про эту жизнь, хотя был молодой. Уже вполне сложившийся лукавый царедворец. Она его отметила. Статный юнош, она любила таких. У Екатерины были фавориты, которые совершенно не обязательно допускались в спальню. Надо понимать. Быть в фаворе, это означает быть в особом расположении. Спальня это избранный из избранных. А у нее в фаворе было много людей. И тот же Елагин, и Храповицкий, да и Новиков какое-то время. И вот, скажем, и Лабзин. Она благоволина юноша. Она ему подарки, она ему чины. Она его пьесы публиковала. Причем он неплохо жил. И хорошо шел в чинах. А тут она умирает. Павел прижимает всех тех, кто при Екатерине шел наверх. Но не Лабзина. Лабзин извернулся. Умел быть хитрым. Он видит интерес Павла к Мальтийскому ордену, о чем мы говорили. Достает книгу, он же переводчик. Он следит за всем тем, что издается в Германии, во Франции, в Голландии. Ну, в меньшей степени в Британии, но и там тоже. Берет книжку француза Мио об истории Мальтийского ордена. Переводит ее с другим масоном, но переводит с существеннейшими добавлениями своими. Мягко говоря. Чтобы понравиться Павлу. И он приписывает ордену, там, неслыханные подвиги. И преподносит Павлу. Вот она особенность переводчиком. Он был в этом плане переводчиком разным. Когда он переводил сочинение масонское, он слова от себя не добавлял и ни одной буквы не изменял. Он считал, что это вещь исключительной важности. Но царю... Понятно, как он относился к работе. И, в общем, характер его вполне виден. Он знал, где можно слукавить. Не был человеком безусловной, абсолютной, неподкупной честности. Взяток не брал, но мог словчить и схитрить. Он преподнес царь ему подарок, царь ему новую должность. И он настолько осмелил, что он решил при Павле, при строжайшем запрете, еще в 800 году, никто не знает, что Павлу остался год жить. Он решил в это павловское мрачнейшее время основать ложу умирающей сфинксу, у себя там в Каморке на Васильевском, где он жил. И взять туда братьев из Екатерининского времени, которые из Москвы перебрались в Питер. И так эта ложа и была учреждена. Это довольно смелый поступок, если не безрассудный. Павел умирает. Лобзин тут же его ложу выводит из-под поля. А ему следует один чин за другим. И одна из вершин его карьеры. Он назначается заучем, как тогда говорили, конференц-секретарем Академии художеств. А Павел так и не просек? Нет, он ничего не просек. Его Павла легко было обмануть. Это, кстати, люди понимали. Причем они играли на этом не так невинно, как Лобзин. Ну что там, подарочек, табакерка и 3000 рублей. Ну в конце концов, да? Ущерба нет. А вот Петр Алексеевич, Павел Людвиг фон дер Пален, которому Павел доверился, он это все использовал для того, чтобы сомкнуть вокруг Павла кольцо и в конце концов его убить. Поэтому Павел был по-детски доверчив иной раз. Нет, он ничего не просек. Лобзин получает назначение в Академию. Совершенно новый для него мир. Все гении, все художники, все, естественно, беседуют с богами, все на короткой ноге с музами. А он ничего там не извоял, не нарисовал, не написал. Но он администратор прекрасный. И он в короткое время завоевывает расположение людей. Он заботится об их нуждах бытовых. Он получает квартиру при Академии. Там он, кстати, всю жизнь и жил. До ссылки. И так своим домом и не обзавелся. И вот он умел входить в бытовой интерес. Например, дрова для Академии только березовые. Они дают меньше дыма, чтобы не выедало глаза гениальным живописцам и воятелям. Он добивается грантов. Тогда назывались пансионы для студентов. Он все лучшее из-за границы, что связано с художественными делами, просит для нужды Академии. Он писал тогда так. Все, кроме натурщиц, вынуждены завозить из-за границы. Карандаши, краски. Ничего России не выпускало. Кисточки. Гравировальный инструмент. И даже подрамники и холсты. Хотя, казалось бы, это. А вот и этого не было. И он все это пытается как-то уговорить, чтобы наладили производство тут. Но это сложно. Карандаши не выпускались в России до 1928 года. Какого века? 1928. Хаммер, другой масон, построил первую в России карандашную фабрику. Кстати, да, такой штришок. 1928 года. Вот такие дела. Так что вот. Но остальное, там, краски, не знаю, инструмент, наверное, наладили. Не готов вам сказать точно по всем позициям. С карандашами знаю доподлинно. И что? Он окреп, как чиновник. У него стабильный доход. У него квартира. Самое время жениться. Завидный жених. Хорош собой. У него чудный голос. Он хорошо поет и декламирует. Но и девицы на него смотрят очень благосклонно. Он строгих правил. Он не бегает по девкам. Так вот. Иногда может поухаживать за благонравной девицей. Но всегда без обязательств. Влюбиться и жениться. Это одно и то же? В случае с Лобзиным, да. Не всегда. Не всегда. Были волокиты. В любое время они есть. Да, да. И девушки, которые формально девицы и девственницы. Они же тоже бывают разные. Но кто это все проверит? Да, это все тайны. Распромись, ты рожа высокая. Тайну свято сохранил. Кто это все знает. Вот. Он женится неожиданно для всех. На вдове, на 7 лет старше себя. Анне Евдокимовне Карамышевой. Уже она в браке была бездетна. Ее история – это отдельный трейлер. Ее 14-летние отдали замуж за абсолютнейшего негодяя, хотя очень умного человека Карамышева. Который полно ломал ее через колено. Заставлял ее, очень религиозную, сельскую девушку, выросшую в благочестии, в православии, не соблюдать постов, демонстративно говорить, никакого Бога нет. Он спал при ней с какими-то там любовницами. И говорил, давай я тебе найду любовника. Чудовищные вещи. В духе самых распущенных салонов Парижа того времени, но никак не для ее, так сказать, а для ее простого такого провинциального ума, когда она выросла в совершенно иных принципах и правилах, она думала о самоубийстве. И говорит, что только в церкви спасение находила. Но он умер, Карамышев. Умер. Ну, мы надеемся, что сам. И она вдова думала о монастыре. Опять вот она встречает Лобзина, принимает его предложение, и они живут душа в душу. Изумительный пример. Как писали тогда, ссылаясь на древний пример, как Филимон и Бавкида. Это в греческой мифологии пример самых-самых таких преданных друг другу супругов. Им детей Бог не дал, она не могла рожать, видимо, после этих дикостей, которые она в этой семье Карамышева пережила. Они удочеряют двух сирот, которых обожают, и называют их отец и мать. Дела у них идут превосходно. И трудолюбие, фантастическое трудолюбие Лобзина, оно не знает совершенно удержу. Он работает по два часов в день, переводит, зарабатывает, тянет ложу на себе, назначается еще на четыре чиновные должности, в том числе в Министерстве военно-морских дел. Очень сложная работа по дешифровке, то есть, ну, военные тайны. Все тянет, на все времени у него хватает. Это совершенно двужильный человек. Она помогает ему, чего не знают братья. Это грубейшее нарушение масонских уставов. Как может женщина, существо иного порядка, быть допущена к масонским дневникам, уставам, книгам? Она все это редактирует, переписывает. И у Лобзина есть идея фикс. Издать журнал. И он знает его название. Сионский вестник. Сейчас за такое название... Трудно даже себе представить, что было бы с человеком. Как бы заорал Максим Леонардович Шевченко, как ужаленный в правильное место. А тогда, пожалуйста, Сионский вестник. Мы, может, даже посмотрим обложечку его. Давайте. Да, это был очень популярный журнал. Он сначала начал издавать. Журнал вышел на пик популярности. Закрыли. Он стал его через какое-то время издавать еще раз. И журнал опять повторил взлет. И его закрыли опять. Для Лобзина оба эти события были тяжелейшим ударом. Лобзин был самый после Новикова успешный издатель в России. Но Новиков все-таки журналов издавал поменьше. Он больше книги. Журналы там альманахи. А тут журнал. Потрясающий был человек. Он писал под разными псевдонимами. Например, таким скромным, как Любомудров. Ну, как бы понятно. Иногда до 80% содержания журнала были его статьи, подписанные разными именами. Журнал специализировался на религиозной философии. Кто бы мог себе представить, что эта тема будет такой популярной. Лобзин почувствовал, как бы вот, к чему общество клонится. Тогда была эпоха всеобщих колебаний. В низу народном секты, расколы, ереси, всякие там хлысты, бегуны, скопцы. А наверху разнообразнейшие течения, самые невероятные. От увлечения, кстати, тогда впервые пришедшие в Россию, увлечения индийской эзотерикой. Но оно тогда воспринималось как крайняя экзотика. И народ жаждет слова религиозного просветителя, но то, что говорят православные иерархии, не устраивает никого. И почему? По уровню. Общество значительно опередило уровень, на котором могут с ним разговаривать православное духовенство. Сейчас очень похожая ситуация. То есть совершить требу, совершить службу, это конечно. Тут они, значит, батюшка, батюшка. Но для кого батюшка духовный авторитет? Для единиц. И церкви надо заслужить славу духовного авторитета. А церковь считает, что ей все должны, и она уже по своему статусу этим правом обладает. А это же надо доказывать каждый день. Мне кажется, многие из церковных деятелей этого момента недооценивают. Но это мое частное мнение. В то время была похожая ситуация. Проповеди либо казенные, либо написанные таким архаичным старым языком, непонятные. Людям давно известны их сюжеты. И народ их слушает по обязанности. А вот живое религиозное слово. Его говорит Лабзин. Журнал разлетается. Лабзин занимает бабки, в смысле деньги у московских масонов. Для него это были именно бабки. Потому что он не знал, как он их отдаст. А с радостью убеждается, что журнал расходится по всем лавкам петербургским. Подписчики до Екатеринбурга и чуть ли не до Иркутска, слыханное ли дело? До Иркутска. Подписывают монастыри, семинарии, академии. Ну, триумф, триумф. И деньги впервые большие зарабатывает Лабзин. Не такие, как чиновник, а такие, как предприниматель. И самое главное, к его мнению прислушиваются тысячи, а может быть и, рискнув сказать, миллионы людей по всей России. Вся читающая Россия читает Лабзина, сказал Карамзин. Журнал, конечно, закрывают. Религиозная цензура. Естественно, как это не читают нас, а читают его. Придирается к какому-то трактовке, которая кажется им неверной насчет книги царств. Это совершеннейшая ерунда. Лабзин очень религиозный и очень верующий человек. Все, что он делает, он делает для христианства. Он разделяет религию и церковь. Он разделяет религию и церковь. Его религиозность не церковна. Но это очень непростительная ошибка. Ну, в смысле, грех непростительный для церкви. С точки зрения церкви. Но с точки зрения масона, это самая естественная позиция. Это самая естественная позиция. То есть церковники люди, и не более того. А религия есть вещь священная. И вот он старается во имя религии, не всегда пытаясь понравиться представителям церкви. Позиция сложная, особенно в России и в любую эпоху. Он с ней было справляется, но его успех становится первым шагом к закрытию журнала, потому что он навлекает на себя зависть и ненависть. И журнал закрывают. Он переживает, он издает новые издания. Давайте вот посмотрим, как выглядела страница Сионского вестника. Просто вот тогда вот так вот издавали. Такая была верстка у журнала. Почти исключительно о религиозной философии. Кстати, кого он своим примером соблазнил? Особенно второй этап издания журнала, который он уже в 1818 году предпринял. Пушкина. Пушкин сказал, если Лобзина с его ерундой читала вся Россия, так мой-то современник, будут читать тем более. И Александр Сергеевич жестоко просчитался. То есть он был гений в поэзии и совершенный дилетант в маркетинге и в издательском деле. Лобзина читали с удовольствием. И оба раза был великолепный шумный успех. Современник, к сожалению, обанкротился. Увы. Но Лобзин никак, конечно, таких последствий своих действий не предполагал. Он издавал, поскольку он считал, что это главное, что он может сделать для людей. Вот знаете, какие книжки он издавал, просто как для примера. Как они оформлялись. Это все нравственные рассуждения, ключ к таинствам натуры. Он массу книг перевел, много написал сам. И он создал, я бы так сказал, он создал дискурс, российский дискурс на философскую и богословскую тему. Тогда считалось, что по-русски об отвлеченных предметах говорить нельзя. Ну, как, например, сейчас так многие считают на Украине, на моей родной. Что украинский язык, он для быта, для базара, для анекдотов. Но не будем же мы всерьез, технически, юридически, да, философские тексты по-украински. И по этому поводу сеть пародии всякой там от смешных до абсолютно отвратительных. Можно на любом языке. Точно так же говорили в Финляндии, но на финском мы же нет, мы либо на шведском, либо на немецком должны. Это говорили в Чехии. Чешский язык не предназначен, должна быть немецкая терминология. Сейчас это даже не обсуждается. Вот Лапзин создал и укрепил убеждение, что по-русски можно говорить о самых сложных философских, богословских и теологических предметах. Он находил эти слова, он их изобретал, как Карамзин. Карамзин же изобрал слова гражданин и промышленность. И множество похожих слов внедрил Лапзин. И он укрепил в русской читающей публике уважение к своему языку. В его ложе велись работы только по-русски. Читали более, чем в какой-либо другой. И он упорядочил вот эту систему чтения. Требовал от братьев совершенно беспощадно. То есть не по-французски, а по-русски. Он сам переводил. Да, но это важный момент. В те времена, достаточно продолжительное время. В России, по сути, французский язык был вторым, а иногда даже первым государственным. Он был первым государственным, безусловно. Потому что гораздо проще всем дворянам, безусловно. Причем чем выше ранг, тем больше. Было проще им говорить, конечно, по-французски. В примере с Толстого он все всем скажет. Когда Пьера Безухова принимают в масоны. И его спрашивают, что такое масонство по-вашему. Он говорит, масонство, c'est une fraternité. Сказал по-французски. Это братство, братство, да? Это братство в смысле вот, да? И запнулся от непривычки говорить по-русски об отвлеченных предметах. Великолепно! Вот что было тогда, понимаете? То есть, ну, он мог сказать, голубчик, сходи на базар, там, вот, собака захромала. Но объяснить отвлеченную вещь по-русски нет. Вот что Лобзин поломал. Надо сказать, что до сих пор, что значит до сих пор, в русском языке огромное количество заимствованных французских слов, которые мы даже иногда, ну, не представляем, что они идут из Франции, да? Например, там всякие, все, что кончается на аж, да? Мираж, фрахтаж, там, все-все-все на аж. Как французская «софа» означает диван, так это французское устаревшее слово, обозначающее тоже вот такую вот типа дивана, да? И так далее. Это достаточно много. Поэтому вот факт того, что, может быть, это кому-то покажется немножко обидным, но факт того, что государственным языком в России того времени был французский язык, и именно вот здесь происходит переход от французского языка, на котором говорила, безусловно, элита того времени, к простолюдивому языку, то есть к русскому языку, на котором говорили низшие сословия. Вот, собственно говоря, и в этом, наверное, колоссальный прорыв получается, да? Это именно прорыв, абсолютно верно, все это определяет, Алексей Николаевич. Я согласен с этим очень точным словом, прорыв. И этот прорыв то осуществил. В историографии, в прозе Карамзин, великий гений, бедная Лиза, а затем великолепным русским языком написанная история государства российского. В поэзии Пушкин и Грибоедов, Пушкин весь, Грибоедов, горе от ума. Все масоны. Да, безусловно. В технике, мне сложнее сказать, и может быть это произошло позже, не готовым сказать пока кто. В юриспруденции, в канцелярской области, Михаил Михайлович Спиранский, о котором речь впереди, тоже масон, но уже полярная звезда. Он создал русский канцелярский язык, о котором мы говорим, наша победоносная бюрократия говорит до сих пор. А в области философских рассуждений, в области богословия и теологии, очень сложных вещей. Наверное, ключевых. В понимании мировоззрения. Ну, для мировоззрения, безусловно, да. Это может быть не так важно в повседневном общении, но для мировоззрения абсолютно право. Без этого просто никуда. Так вот, этот пласт языка, это заслуга Александра Федоровича Лобзина. Поэтому его заслуга колоссальна. Получается простая вещь, что масоны перевели французский язык на русский и дали возможность русской элите придумали слова, вот как вы только что сказали. Масоны обозначающие те же значения на русском языке. И масоны дали, по сути, русскому народу русский язык в широком применении. Я согласен с вами, так как бы чуть-чуть дополнил. Масоны дали русскому обществу ощущение, что русский язык это не язык простонародья, плебеев, это не язык базара и пивных. Это такой же полноправный язык с великим будущим и с огромным богатством, как язык немецкий, французский, английский. Вот это они сделали. Они его как бы реабилитировали. Он уже был богат без них. Просто об этом богатстве не каждый догадывался. Но вот они осуществили вот такую вот ментальную революцию, как обычно масоны и делали. И заслугу этого переоценить крайне сложно. Вот я хочу еще раз повторить время от времени. Я вспоминаю это в наших программах Андрея Битова, нашего известного, великого даже, наверное, писателя, который сказал, что на сегодня Россию единственное, что объединяет все наши закоулки огромной-огромной страны, все регионы, это русский язык. Это гениальная фраза. Совершенно верно. К сожалению, все остальные скрепы рухнули. Все остальные скрепы рухнули. Мы это знаем, даже не будем перечислять. И сейчас русский язык, больше того, он объединяет не только Россию как страну, он объединяет и массу людей, которые жили в СССР, в Прибалтике, в Закавказье, в Средней Азии, в Германии, в Америке, в Аргентине, в Израиле. Это все люди, которых русский язык и его производная великая русская культура, они по-прежнему держат в одном культурном поле, в одной цивилизации. Это колоссальное наше достижение. Не дай бог еще это профукать. Но, возвращаясь к истокам, русский язык в этом смысле гораздо моложе, как это ни странно, языков европейских. Там уже ого-го, какие были титаны. Уже в Англии был Шекспир, во Франции был Рассин с Корнелем, не говоря уже о мелких брызгах. В Германии вовсю были Шиллерсгеты, а в России... Но, стремительный рывок, как оно обычно бывает, да, и такие имена, как Карамзин и Пушкин, стали известны на Западе, и Грибоедов, Лабзин меньше. Потому что область применения его языка, она уже, но мы-то не должны забывать, что сделал этот великий человек. Особенно не должны забывать его коллеги, не только издатели и журналисты, но и философы, теологи, культурологи, люди, которые говорят о сложных вещах, да, пытаясь не профанировать идею. Это очень интересно. У Лабзина в ложах был культ чтения, и ему показалось на определенном этапе, что более всего способна к обучению братьев его обожаемая супруга Анна Евдокимовна. Он ввел приказом жену в ложу, часть братьев была абсолютно шокирована, как если бы они увидели в бане, да, голыми вдруг даму. Или в парламенте коня. Или вот что-то такое, да, это был абсолютный шок. Как? Часть братьев ушли. Но Лабзин, обладая абсолютным авторитетом, умея пользоваться разными хитрыми способами, часть их вернул. Некоторые ушли на совсем, до них это было нестерпимо. Она сидела в ложе. Смотрите, что в 18 веке это было невозможно, а в 19 уже, пожалуйста, да, уже сидела и Нарышкина в ложе Константин Павловича, великого князя в Питере. Ну, поскольку все-таки это же великий князь, у Лабзина таких возможностей не было. Но зато его авторитет. Он, что называется, задавил авторитетом. Это было нарушение масонских лож. Уставов сурово пеняли Лабзину главы других лож Питера. Вильегорский, Оленин. Они говорят, как же так, батюшка Александр Федорович. Вот так нужно, так потребно нам. И вы знаете, он не отступился от этого. Фортунова переменилась. Из-за смешного случая он в ответ на просьбу избрать двух каких-то сановников в руководство академии. Сказала, что такого они сделали для художества, для искусств. Сказали, они ничего не сделали особенного, но они зато близки государю. Ах, сказал он, сардонически расхохотался. Давайте тогда изберем кучера царского Илью Бойкова, чью спину, ну он сказал по-народному, государь видит каждый день. Фраза пошла гулять по пивным. Донесли генерал-губернатору Милорадовичу. Государственное дело. Шутка ли? Упомянуть задницу царского кучера. Написали Александру Верону. Это был 1922 год. У него не нашлось более важных дел. Он тут же моментально с фельдъегерем отправляет ответ. Милорадовичу выговор за то, что поздно донес. А Ленину, президенту академии, выговор с угрозой снятия должности. Лабзинал со всех должностей снять и с Петербурга выселить. Запрещено студентам его провожать. Тем не менее, все приходят. Братья стоят и под дождем, без шапок, поют песню о неразрывной цепи, которая вечно будет сиять в облаках. Лабзин плачет, увещевает их сквозь слезы пребывать в твердости. Ссылка в Симбирск. У нас совсем не остается времени. Давайте вот мы с этого момента... Ссылки в Симбирск. Ссылка в Сибирь, да. С этого момента начнем наш уже 14 выпуск программы. Вольные каменщики, наша программа, которая нам так любезно помогает делать Леонид Александрович Мацов, подходит к своему завершению. Это был 13 выпуск. Ну, а в 14, я думаю, будет еще более интересно. И вот эта история, история и российского масонства, и вообще вот этой масонской идеи, о которой мы говорим, вот уже 13 программ, будет продолжена. На сегодня все. Спасибо вам большое. Всего наилучшего.